Друзья, привет! Алексей Боносвязи. Вот мы приехали в Сибу, Талисай. Что мы делаем? Мы выбираем машину. Вот Андрей со мной. И вот он исследует первый Хиндай. Первый Хиндай. Уже сказал несколько замечаний, что там болты были сорваны. И вот первая наша у нас план проехаться по может быть 5-6 мест. И вот первое. Мы приехали в город Талисай. И проверяем эту машину. Посмотрим, что скажет Андрей. Пока что покажу вам. Просто обойду машины. Вот большая Toyota. Это у нас что? Это у нас Mazda. Да. Вот Mazda. Не такая уже. Я помню эту Mazda. Между прочим, да. Вот. Надо будет ее посмотреть. Mitsubishi. Mitsubishi. Вот. Ну, надо посмотреть, как они внешне. Внешне выглядят. Вон еще одна Toyota. Внешне выглядят нормально, но поэтому здесь нужно очень критично, внимательно посмотреть. Вот. Помню этот Suzuki. Вот. Вэн. Тоже, тоже думал. Тоже думаю о варианте. И посмотрим, что у нас здесь. Вот. Что у нас здесь есть. Это у нас тоже, если я не ошибаюсь, Mitsubishi. Вот. Сейчас проверим несколько. Будем, наверное, осматривать одну за другой. Пока не увидим, не найдем, что очень хорошее. 63 тысячи пробег. И одиннадцатый год. И 470 тысяч просят. Вот. В общем, надо выезжать и прокатиться, посмотреть. Посмотреть салон. И сейчас салон неудобно смотреть. Давай, наверное, посмотрим другие, которые по технической части. Вот. Перешли к Suzuki-Wen. Видите, Андрей сразу же сказал, что вот здесь, видите, нестыковка идет. Шов. То есть, был удар. Посмотрим, что. А вот двигатель внутри. Как много этого? 360. 360. 360. 360. Автомат. И E? Что это? Этого. 2008. 2008. Ага, ага, ага. 2008 год. вот смотрим 2008 год тойота vias и стоимость 325 тысяч андрею не нравится в салоне были разбирался салон вот проверяем смотрим все чисто помыто это мне тоже пить и это тоже не нравится хендай таксон вон тот пока что первый может быть попробуем тест драйв на нем мы достаточно критические покупатели и вот хозяева они явно уже не очень довольны потому что задаем им сложные вопросы андрей задает им сложные вопросы на которые они не могут ответить и поэтому их не настроение явно явно падает видите они уже перестали быть такими счастливыми дружелюбными просто стоят и не знают что ответить но тем не менее мы продолжаем осмотр вот начинаем осматривать институту спортива эти большой оси ве вот покажем вам но с дисплеями все так в общем то 7 мест 7 мест нормально багажничек вот это не убиваемая машина видите ага выйти андрей говорит трактор хорошем смысле вот это не нравится андрею вот короче по надежности андрей ставит высокую оценку эта машина вырывается вперед видите нам ее самую последнюю но мы уже хотим уезжать чуть-чуть было не уехали что здесь здесь образец конца восьмидесятого года вот видите конец восьмидесятого года счетчик только цифровой ну вот образец в лучших тонах восьмидесятого года очень и очень унитарно все тут ремонтируется подшивалось то что вот это такой пробег я уже сразу не верю по рулю я думаю что сейчас вот здесь снять он будет здесь он есть затертый он вот и есть затертый затертый руль здесь затертый ручник затертый как на автомате можно затереть ручник я не знаю педали затертые педали затертые вот это вот аж кусочка педали нет уже стерлась ага в общем пробег то есть пробег за 300 я думаю что да видите пробег за 300 не не берем здесь видите даже вот это вот затерто но как машина как по поводу надежности машина хорошая машина хорошая трактор в хорошем смысле никогда не сломается да вот ну а какой это год видите уже дисплеи то там ставят и кстати дисплеи оригинальные да а что у нас тут с луникур то есть магнитола пионер магнитола в общем не родная образы свежее этих дисплеев давай узнаем цену how much this one six three five шестьсот тридцать пять может быть я беру потому что дико надежная по надежности может быть она действительно то есть по надежности не падала не ударялась особо да давайте попробуем прокатиться давайте прокатимся пошли на тест-драйв на исуцу спортиво вот андрей говорит с двигателем какие-то проблемы не тянет не развивает мощность все остальное хорошо подвеска мягкая сцепление мягкое все такое там вот эти каптиты каптит двигатель может быть с турбиной проблема ведь может какой-то с турбиной но двигатель не развивает мощность правильно то есть обороты большие да да они они развивают даже оборот обороты не развивает вот вот напоминаю мыска леса ей а вот я жиданого вообще мягенько и нет как нему нарыкать вот хороший автомат мы в талиса и пошел дождь что является очень плохим знаком у нас впереди еще осмотры машин и машин то за лев троев сейчас далее вот сейчас будем разворачиваться вот пока что показываем вам в талиса и город южнее сибу по мелочи подступки конечно подвески сзади савая нау на удивление очень легко управлять за машина машина легко управляется такая надежная вот андрей сказал что если вот для себя взять и забыть вот починить немножко и забыть на пока что стоимость 600 чем-то тысяч лэфт налево нет пока здесь полный привод эти full power полный привод пока что покажем вам наверху все таки турбина не дует не идет то есть она просто не развивает скорость так вообще может и нету скорее что турбина там померло видите турбина турбина не выдержала и померла померла турбина турбина ждала ждала и померла как по украински как по украински чекала чекала шипомерла шипомерла турбина яка есть турбина чекала чекала и померла вот артига вот это то что я говорил suzuki артига вот у нас одна из следующих у нас одна из следующих у нас одна из следующих а спросите сколько было хозяев этой машины how many owners first owner first owner один ну чуть чувствуется машина на ней ездили много ездили хорошо но машина как бы на мощь ухоженная просто как бы циник я считаю необоснованно завышенный но может быть за унитарность стоит платить то что ломаться здесь просто нечего видите ломаться нечего все металлическое алюминиевое пластика нету тут толстый весь пузов толстый все толстые вот такое преимущество есть да такое преимущество есть ну хорошо все увидимся в следующей части есть не 30 тысяч за 3 замены такого не бывает ага то есть что это означает здесь 9 поюзаные тут далеко за сотку за сотку поюзаные ага только грязи в нем он уже поток а как то его смогли за два года можно так я не знаю ага ну вот ну может быть люди ездили без остановок может быть дело аааа механик maybe you can hire him ааа если там был двигатель поста чистый идеально то здесь уже двигатель сильно сильно потрёпан вот друзья смотрим сизуки артиго это новое место я хочу вам показать вот смотрите здесь у нас будет работы вот много машин так что мы здесь будем выбирать какое-то время мы здесь задержимся сейчас уже три часа мы наконец-то добрались до сих пор мы посмотрели всего лишь 3-4 машины и честно говоря ни на что душа не запала но вот вот здесь они выглядят достаточно прилично эти машины и вот андрей включается в работу и проверяет вот эту сизуки артиго семнадцатого года они говорят 33 пробег но андрей говорит за сотня вот я сейчас сразу покажу вот здесь вот отложения это очень большие отложения грязи откуда они здесь взялись ага это значит двигатель а может быть и грязный бензин нет нет это значит двигатель пропускают кольца туда летит грязь и потом этот откладывается масло возможно заменили если в том двигатель предыдущий было все идеально чисто а пробег был 20 чем-то какой белый артиго белая пробег был 20 чем-то а тут 33 говорят и тут вот все грязно здесь уже это понял понял ну вот смотрим смотрим вот это автоматик мы ищем автомат конечно же меняли фару вот я уже говорю андрею что скоро его все сибу будет бояться то есть сейчас будем наблюдать как очень радостное состояние хозяев будет медленно такое огорчение огорчение вот они начинают уже уходить видите все они уже зевают они уже уходят почему потому что им уже не интересно потому что Андрей начинает предъявлять претензии и мы наблюдаем местное медленное покидание люди уходят посмотрите Андрей надевает свой знаменитый фонарь вот и и все убегают так там вот эта штука была заклеена я еще думаю что там вот видать пластмасска набита ее заклеили скотч так здесь двигатель скрывался открывали меняли цепь если меняли цепь то это однозначно уже есть пасек не упало уже все-все разбежались ну вот почти что разбежались один секунду алло добрый вечер кто здесь здесь открыто кто здесь кто здесь кто здесь открыто кто здесь открыто hello я слышу кто здесь а оба маленький километр это открыто Да? Я не знаю. Ты хочешь сказать мне что-нибудь? Я не знаю что-нибудь. Я думал, что ты просил меня. А, нет, нет, все нормально. Мы просто ждем моего механика. Что он говорит. Вот, друзья, смотрим второй вариант. Toyota, если я не ошибаюсь, Toyota Vios. Очень новая, 18-й год, пробег. Ну, то, что они говорят, они откручивают, но говорят 9000. Салон достаточно приемлемый. Вот я так смотрю, достаточно приемлемый. Андрей начал осмотр. Вот можно прямо сюда. Сравнили, как это должно быть. Здесь все хорошо. Все хорошо. О, видите, все хорошо, все чисто. А там вот не было. А там, а здесь все чисто. За 20 тысяч не могло это все так умереть. Вот, видите. Здесь все хорошо. Здесь вот еще краска не стерлась на ролике. Алекс, я предлагаю посмотреть. Друзья, начинаем осмотр еще одной Toyota. Открыли багажник. Здесь пластинка красная, но эта пластмасска, она здесь не красная. Кондиционер пустой. А там она от чего-то труба вакуумная. Это уже стоит какая-то самодельная прибора. Что это такое? А что? Что? Это как бы не надо... Это сюда подается, как бы это не газ был. Что за... Мэй, ну вот здесь... Вот здесь пай... Проблем вот. Типа дополнительного ресивера, но в общем... Блеет силой кобылы, где более... Но это исправимо? Исправимо, но могло нахватать туда грязь. Газовым вот? Газовым контроль. Контроль бензина. Понял. Ну вот я сейчас вот... Так работает хорошо. В общем, тут надо это. Будет адаптация электронная делать. Надо это глушить. Нельзя так оставлять, потому что сосёт грязь. Видите? Ага. А блин что? Окей не офф. Ну, ходи, пожалуйста. С этим разберёмся, то дотьёшь, не проблема. Вот, давайте я вам покажу пока что салон. Что у нас? Вот. Достаточно приличный салон. Вот такой салон. Приличный для трёх человек сзади, двух спереди. Пять мест. Всё вроде бы хорошо. Достаточно чисто. Ну, то у неё пробежит. Ванц... 115, по словам. Ну, двигатель грязноватый, но на 115 тянет. Тянет, да? Да, ну туда загляните вот. Ага. Он грязноватый. Такого цвета. Он должен быть блестящим. Ну, это исправимые вещи? Ну, это уже как бы... Это уже так и есть. Масло поменять и всё. Просто поменять масло, да? Да, вот непонятно. Если массажёр, вот тут вот не проверить. Значит, по двигателю. Вроде он сухой, вроде нигде не видно грязи никакой. Вот. Вот вам типичное. Это как бы так. Пока что вот Андрей проверяет вот эту машину. И пока что все... Есть недочёты, но они все относительно лёгкого качества. Да. То есть, ничего серьёзного. Смотрим здесь, антифриз или вода? Антифриз. Вот как ни странно, антифриз это очень хорошо. Ага. Кондиционер надо просто то заправить, и это не проблема. И вот как выглядит типичная продажа. Вот это достаточно хорошее. Видите, они специализируются именно на машинах достаточно хорошего качества. Не какие-то просто разобранные уже. а именно достаточно, достаточно качественные. Такого высшего, то есть, так сказать, продажа машин. Ну, второго сорта, второго second hand, но достаточного качества. Вот, поэтому мы... В общем-то, да, я доволен, что мы сюда попали. Достаточно много вот в одном месте. Мы уже, в общем-то, три-четыре выбора, которые там, может быть, цена большая. Да, но, в общем-то, есть, есть из чего смотреть. Вот здесь труска, длинные кондиционеры, будет подача высокого давления. То ли пайна, то ли еще что-то. Но, в принципе, это продается. Телеком можно, ну, может, чуть-чуть подождать, заменить, если будет проблема. Это тоже не критично. Так, сколько машин вы продаете в месяц? Это зависит от всего 5. 5 в месяц, да? И люди привезут вашу машину? Да. Везут вашу машину или вы покупаете где-то машину? Они привезут нам машину. Везут машину? Везут машину? Потому что это просто посадка. А, окей, окей. У нас есть управление здесь? Нет, нет, но у нас есть... А, окей. У вас? У вас? Пока что мне вот эта машина достаточно нравится. По цене, качеству. Здесь старобег гораздо больше, но здесь там, все чистенькое и хорошо. что и здесь вот гораздо все приятнее, с педалями приятнее. То есть можно ожидать, что пробег правильный, да? Да, здесь вот проблемка есть, но и то это чехол. Это проблема на чехле. Что пока что, пока что мне это нравится. А вон там всякие дырочки с годами, Андрей, посмотри. Средов воды они, а вот это этики, вот такая, как положено быть вот это. Видите, вот это то, что должно быть, вот это этикетка. И вот она светится, как положено, попробую, в ультрафиолете. Видите, ультрафиолет светится, все как должно быть. А на тех машинах почему-то вот эта была этикетка, а эта не было. Почему, не знаю. Я еще удивился. Может быть, конечно, сейчас я не ставят. Кто, ну такие пускай, скажут. Да, 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 вот скажите, кто знаток. Обязательно эта должна быть или не обязательно? Видите, ультрафиолетовая, фиолетовая бирочка. Ставят ли ее сейчас или с какого-то года прекратили ставить? А есть там год, Андрей? Есть, но здесь вот и марка, и модель, и ход должен быть. Все есть. Мотор-то. Ну вот, я веномер.